Я работаю в компании Prof.IT Ventures. Мы занимаемся разработкой и развитием облачной платформы Backend as a Service Скорокод. Собственно, сегодняшний доклад я хотел бы посвятить теме о том, как мы реализовали данную платформу, с какими сложностями сталкивались, немножко рассказать об архитектуре и рассказать о наших клиентах, в общем-то, заказы которых мы уже реализуем на данной платформе и в чем она нам помогает. Кто-нибудь вообще знаком с подобными платформами, например, Parse, Backendless, поднимите руку, пожалуйста. Ага, вижу. Люди, знающие, в общем-то, есть. Окей, любое приложение, в общем-то, которое мы разрабатываем, если оно не работает с каким-то стандартным API, тянет за собой большой пласт, пласт именно Backend. На стороне Backend у нас, соответственно, нам нужно задумываться о таких вещах, как написание API сервера, REST API, балансировка, шардирование, различные кэширования, разворачивание базы данных, администрирование всего этого. То есть большой, в общем-то, пласт следует за разработкой обычного приложения. Баз платформы, в них, в общем-то, это все скрыто под капотом. То есть разработчику не нужно думать о всех этих вещах. Достаточно просто зайти в личный кабинет, скачать SDK, подключить ее к вашему проекту и, собственно, начать, в общем-то, пользоваться, обменяться данными в облаке. Соответственно, немножко сейчас расскажу об архитектуре. Перед тем, как мы приступали, в общем-то, реализовываться нашу платформу, было достаточно много произведено тестов, нагрузочных тестов. Они были многие самописные. Также мы активно использовали Яндекс.Танк для тестирования веб-сервисов. Соответственно, об архитектуре я расскажу на примере нашего API. То есть у нас есть несколько частей. Это портальная часть, это микросервисы и это само API. Первый уровень, то есть это DNS. То есть у нас происходит балансировка на уровне DNS. Это обычный round-robin. Дальше у нас запросы, в общем-то, попадают на Nginx. Кстати, кроме Nginx мы еще H.A.Proxy пробовали и пробовали Linux Virtual Server. Первый, к сожалению, у нас не получилось, в общем-то, добиться каких-то хороших результатов от него. А второй, в общем-то, нас достаточно приятно удивил, потому что там балансировка происходит на уровне ядра. И машинки где-то примерно с 2-4 гигабайтами памяти балансировали нагрузку, если сейчас не ошибаюсь, в районе 100 тысяч запросов в секунду. Причем мы не наблюдали загрузку системы какую-либо большой. Но в итоге мы все равно остановились на балансировке Nginx. Дальше после Nginx запросы попадают уже непосредственно на API-кластер. Вся архитектура у нас построена именно по кластерному типу. То есть это непосредственно API-кластер, это кластер из каких-то микросервисов, это кластер, в общем-то, базы данных и так далее. Какие-то горячие данные, кэш, сессии мы храним в Redis. Следующее, это у нас, как я уже сказал, кластер из микросервисов. Он используется у нас для обработки каких-то ресурсоемких задач. Это, например, отправка кушей, отправка смс-сообщения, многих каких-то системных, в общем-то, обработчиков. Данные микросервисы получают, в общем-то, задание на обработку через RabbitMQ. Также мы сейчас в последнее время присматриваемся к тарантулу. Ну, пока это, в общем-то, только в мыслях. Ну и, соответственно, в завершение, то есть это у нас MongoDB кластер. Как я уже сказал, то, что мы используем кластерный подход, соответственно, это нам позволяет, в общем, при увеличении нагрузки всегда либо добавить машину в кластер, либо увеличить непосредственно количество кластеров. Также известно, что в принципе любое приложение слабой длиной является база данных, как правило. Соответственно, здесь мы решаем эту проблему таким образом, то, что мы ваши приложения, создаваемые приложения пользователей, распределяем по нескольким кластерам именно базы данных. То есть получается то, что у нас масштабирование и балансировка идет по нескольким типам. То есть это сначала по запросам мы балансируем и в конце мы балансируем уже непосредственно расположением с самих приложений. Это нам позволило добиться того, что приложение может иметь достаточно высокую нагрузку, то есть это десятки тысяч запросов в секунду и все это будет стабильно, в общем-то, отрабатывать. Ну, соответственно, об интеграции. Любой backend-эзэ-сервис предоставляет, в общем-то, несколько путей для интеграции с собой. То есть это, как правило, HTTP API, возможно, это REST API и набор различных SDK. Мы предоставляем в свою очередь это HTTP API, JavaScript SDK, Java SDK и Swift 3 SDK. Окей, теперь я расскажу о кейсах. Мы запустились летом прошлого года. За это время к нам обратилось несколько заказчиков корпоративного уровня, и первый кейс, о котором я хотел бы рассказать, это кейс Taxi. Разрабатывает его наш партнер, это группа сторонних разработчиков. Сейчас это на уровне прототипа. Что из себя представляет само предложение? Это набор приложений для диспетчера, для клиента и для водителя. У клиента и водителя это мобильные приложения Android, iOS. Диспетчер – это single-page application приложение. Основная сложность данного решения была в том, что в системе был очень сложный алгоритм расчета машины, которая должна прийти к клиенту, который вызвал. То есть там целая цепочка алгоритмов расчетов была. То есть это по рейтингу водителя, по удаленности машины, различное ранжирование и так далее. Всю эту логику мы вынесли на сторону, соответственно, платформы с помощью серверных скриптов. По сути у нас приложения являются обычными вьюшками, которые работают просто, в общем-то, с данными. Также в связке с данными и веб-сокетами мы организовали своеобразную очередь водителей. То есть у нас, получается, какая задача была. То есть когда приходит от клиента заказ, то есть он выбирает, допустим, какие-то опции, куда он поедет, откуда поедет и нажимает заказать. Дальше отправляется запрос серверному скрипту, где в пуле передается все данные этого заказа и происходит расчет. Затем система определяет первого по списку водителя. Ему поступает, соответственно, запрос. Если он вовремя не нажал подтвердить заказ, то, соответственно, система через несколько секунд начинает сбрасывать и переадресовывать заказ другому. Тем самым мы смогли, в общем-то, реализовать всю обработку, всю бизнес-логику именно на стороне платформы. Также это было назначение машины, обработка заказа, расчет стоимости и остальные компоненты. Это вот небольшие скриншоты именно прототипа. Сейчас, я насколько знаю, прототип, он проходит тестирование в городе Ульяновск местным таксопарком. Целевая аудитория – это мелкие города, в общем, таким гигантам, где Яндекс.Такси, Гет. Ну, просто, грубо говоря, неинтересно работать. Следующий кейс – это CRM-система для крупной страховой компании. Она построена, собственно, как single-page application. К сожалению, здесь нет мобильных приложений. Я не могу, в общем-то, рассказать какие-то интересные фишки, в общем-то. Тут все просто, в общем, мы использовали… Мы уже, как бы, данную систему разрабатывали мы. При ее разработке мы использовали React с связкой с редакцией. В этой системе несколько ролей, где интерфейс и где логика в некоторых ролях пересекается. Соответственно, при реализации в большинстве случаев было достаточно стандартных методов SDK. То есть это, допустим, запрос данных, обновление, сохранение, удаление. Но были такие сложные разделы, как работа с продуктом, работа со страховыми заявлениями, где было очень много валидации, проверок и также очень много зависимых данных каких-то. Соответственно, данную часть мы смогли легко также перенести на уровень сервного кода, где, в общем-то, все это рассчитывалось. Плюс, к тому же, на уровне сервного кода мы реализовали загрузку данных, парсинг и непосредственно уже интеграцию в облако. В общем, в чем профит? Соответственно, мы смогли сократить время именно на разработку backend части. По нашим наблюдениям, это где-то примерно 40-50%. Я сейчас расскажу, в чем именно. Когда мы разрабатываем с нуля, берем какой-то, допустим, современный фирмен work либо не очень современный, то есть мы, как правило, пишем контроллеры, продумываем роутинг, прописываем экшены и начинаем реализацию непосредственно бизнес-логики уже внутри. В данном случае нам не пришлось это делать. У нас уже это было в коробке. Также мы сократили достаточно много времени на реализацию механизма аутентификации, авторизации. То есть это тоже предоставляется в коробке. Были какие-то сложные вещи, где мы не могли это реализовать, как я уже говорил раньше, с помощью обычных методов. То есть нам, мы смогли эти вещи, эти сложные вещи перенести на уровень сервного кода. Также нам не пришлось, в общем-то, разрабатывать хранилище контента. То есть у нас были такие задачи, как хранение различных файлов. То есть это в нашей платформе тоже все реализовано. И нам не нужно было думать про синхронизацию, когда, допустим, мы, если мы думаем, если мы проектируем систему отказоустойчивую, допустим, мы загружаем на сервер файлик, то, понятное дело, мы не можем, в общем-то, его хранить в одном месте. Потому что если у нас сервер упадет, то, соответственно, порушится файловая система, то, соответственно, наши данные все потеряются. Соответственно, нам нужно хранить, размазывать эти файлы по разным серверам. То есть мы не занимались, в общем-то, созданием какой-то синхронизации, репликации. То есть это уже тоже, в общем, реализовано на стороне платформы. Окей, сейчас я немножко расскажу именно о нашей платформе. Давайте, наверное, начну все-таки с моделирования и управления данными. То есть что это такое? То есть вы регистрируетесь в системе, вы переходите в раздел «Данные» и вы занимаетесь непосредственно моделированием своих данных. То есть вы создаете коллекции, таблицы, создаете поля, типы их, какие-то данные первоначальные вносите. Также вы можете управлять пользователями, то есть заносить уже пользователей приложения. Сейчас про сервер-код еще расскажу более подробно. Когда вы моделируете данные, то есть вы подготовили, грубо говоря, свои коллекции, вы уже можете скачивать необходимую вам SDK, подключать ваш проект и начинать получать эти данные, работать с ними, которые хранятся в облаке. Я рассказывал про серверный код, что это такое. Это также раздел нашего портала. Там серверный код пишется на джаваскрипте, он у нас крутится в связке. В общем, докер с нодой служит у нас для запуска, изолированного запуска серверного кода. То есть какую-то сложную логику вы можете написать именно на портале, создать скрипт, написать ее. И этот скрипт можно запускать как по крону, так и через запрос, передавая ему непосредственно какой-то пул. То есть это HTTP запрос. Мы можем передать, допустим, авторизацию мы можем выполнить через стандартный метод SDK логин. А также если у нас какая-то сложная логика или при авторизации нам нужно еще вернуть какие-то дополнительные данные о пользователе, то мы это можем, в общем-то, реализовать через серверный код, мы можем передать, соответственно, логин, пароль или свой какой-то механизм серверного кода в пулю. Он запустится, обработает и обратно вернет нам какие-либо данные. Соответственно, у нас еще есть визуальная аналитика. Вы можете также смотреть различную статистику по платформам, по запросам, какая платформа, какие запросы делала, сколько запросов, сколько занимает место данные, сколько занимают место ваши файлы и прочую информацию. Ну и, соответственно, наш план развития тоже хотел бы поделиться. То есть мы вот при работе с командой, которая разрабатывала прототип такси, мы реализовали поддержку геоданных, но, к сожалению, пока еще ее не внедрили в общий доступ, не открыли этот функционал. Соответственно, это у нас из приоритетов. Также мы планируем разработать консольную утилиту, чтобы можно было проще работать с проектом. То есть чтобы не приходилось разработчикам заходить на портал, писать код, моделировать данные, чтобы он мог взять консольную утилиту, написать init, у него установится какой-то базовый проект. Соответственно, он локально может все это написать, спроектировать, отладить. И потом простой командой задеплоить все это в общем-то в своем приложении. Также у нас в планах это связка с гитхабом, ну и, соответственно, введение версионности. Еще одним большим разделом в наших планах это моделирование интерфейсов и кода генерации. Что это такое? Мы собираемся двигаться в сторону full-stack платформы. То есть это не только бэкэнд, но и возможность моделировать какие-то интерфейсы, связывать их с данными и в итоге получить на выходе какой-то сгенерированный код, скомпилированный, и также исходники простых в общем-то приложений, которые могут в общем-то помочь дальше уже развивать этот проект. Маркетплейс, соответственно, мы хотим открыть магазин для тех партнеров, для тех разработчиков, которые сделали какие-то интересные решения, которые актуальны на рынке, именно на базе скорокода, и которые могут в общем-то зарабатывать с их продажи. Потом шифрование данных и интеграция с телефоней. Но два этих пункта нам продиктованы требованиями наших корпоративных заказчиков. Им потребовалось в некоторых проектах именно шифрование данных и интеграция с телефоней. То есть это тоже у нас в планах. На этом все. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. Спасибо за доклад. Очень интересная информация. Я бы хотел спросить вот что. Когда я пользовался парсом, я делал бэкэнд на парсе, угадайте, что больше всего меня там выписало. Столько, когда он закрылся. Да. Вот есть ли у вас какие-то гарантии от этого? То есть и знаете ли вы, почему закрылся парс, и не постигнет ли вас же такая участь? То есть если я вдруг приду к вам делать бэкэнд, какой-то простенький, не постигнет ли вас такая же участь как парс? Ну давайте я с организационной точки зрения расскажу. Да, хороший вопрос. Часто его вообще нам задают. С организационной точки зрения, то есть мы дочерняя компания от крупной группы компаний, входим в крупную группу компаний. И сейчас мы реализуем многие заказы именно связанных с нами компаний, поэтому у нас просто выхода нету закрываться. То есть мы не можем закрыться, потому что сам бизнес будет наш и наших партнеров завязан на этой платформе. Это раз. Второе, у нас достаточно сильный инвестор и в планах у нас именно развитие платформы. И к концу года у нас в планах выход на международные рынки. Спасибо. Спасибо. Анатолий, знаете, в чем пара закрылась? Ну, вообще я читал то, что Facebook покупал парс в то время, когда он не знал, в общем-то, как будет развиваться рынок мобильной разработки. И они думали, что может быть они на этом заработают. И в итоге, когда пошла реклама, то есть они поняли то, что данный актив не особо прибыльный и решили его закрыть. Это как бы что я читал. За что купил, за то продаю. Спасибо за доклад. Я думаю, что если Facebook вас купит, то, скорее всего, вас тоже закроют. Поэтому отсюда есть технический вопрос. Нет ли у вас планов делать какую-то проприетарную коробку, закрытую, где будет внутри вся вот эта инфраструктура с редисами, инжинсами и так далее, которая бы позволяла купить ваш софт, поставить на какое-то железо или вместе с железкой купить, поставить в дата-центр, в стойку, запустить там свою версию изолированную от вас, в том числе для того, чтобы не отдавать вам каких-то своих персонализированных данных пользователей. И в том числе, если вы закроетесь, у ваших клиентов все равно будет работающий сервис. Да, спасибо за вопрос. Ну, это как раз часть, которая относится к нашей партнерской программе. Мы сейчас активно формируем пул разработчиков компаний для передачи заказных проектов, потому что мы больше как бы собираемся работать именно над самой платформой, над ее развитием. И в одной из частей этой программы, то есть у нас есть такая возможность, как установка, локальная установка непосредственно самого продукта. Также у нас есть возможность работы по принципу white label, то есть это когда мы, грубо говоря, на стороне партнера разворачиваем всю инфраструктуру, а он продает это уже под своим брендом. Это доступно для всех? Я, к сожалению, не вижу, кто спрашивает. Это доступно для всех ваших клиентов? Это для избыта? Для партнеров. Но также для клиентов. То есть если заказчик хочет установить это все на своих серверах, то, пожалуйста, welcome. Нет никаких ограничений. То есть мы готовы, то есть как бы идти. Для этого вам нужно, грубо говоря, позвонить, сказать, попросить. Да, конечно. Хорошо. Что у вас с оплатной совместимостью, когда вы разрабатываете свою платформу, что-то меняете? Какие у вас правила внутри компании, для того, чтобы софт в конечном итоге не ломался? Ну, во-первых, у нас как бы есть версионность API. Соответственно, мы сейчас... У нас разрабатывается версия 1 API. Она уже есть. Каких-то вещей мы в рамках этой версии не производим, которые могут поломать обратную совместимость. Мы только делаем, в общем-то, доработки, улучшения. Соответственно, если будут какие-то критичные изменения, то это будет изменение именно версии API. То есть это HTTP, допустим, запросы сейчас идут в V1, version 1. Дальше это будет V2 и V3 и так далее. Я правильно понимаю, что вы сейчас, по сути, пообещали, что через 10 лет V1 будет все еще работать? Да. А через 20 лет? Ну, хотелось бы тоже верить в это. То есть каких-то травмообещаний не будет? Нет, само собой. То есть если мы разрабатываем сейчас заказы корпоративных заказчиков, то в данный момент это разрабатывается на версии 1. Мы просто не имеем права, в общем-то, взять его в прекрасный момент, отключить. Нас просто съедят. А что у вас по поводу нагрузки? То есть если у вас придет клеен какой-то, версию 1 просто перегрузит. Какие у вас обещания по поводу расширения, масштабирования и так далее? То есть не будет ли такого, что клиенту у вас будет слишком дорого обходиться? Клиент сможет работать только в рамках своего тарифного плана. То есть у нас тарификация происходит согласно API calls. То есть вызовом непосредственно API. То есть у нас есть free тариф, это 20 запросов в секунду. Есть indie тариф, там чуть выше. И дальше уже идут корпоративные. То есть там enterprise SLM, где значительно выше. То есть заказчик, клиент, он выработав этот лимит, он просто не сможет дальше перепрыгнуть. Тем самым он не сможет вывести все ресурсы. Спасибо. Еще вопросы? Еще вопросы? Если вопросов нет, давайте поблагодарим докладчика за... Спасибо. Спасибо.